Субтитры создавал DimaTorzok Значит, хорошо. Что хорошо? Что никто не убежал. Хорошо. Да, с вашего поздравления, что-то я здесь сотрудник. Ну ладно, пока не купите раз. Не бойтесь. Вот мы написали Лабранжан. Всё, можно сказать, что всё уже построили теорию. Так что остались чисто технические проблемы. Чисто технические проблемы, можно сказать, математические. Но решают эти математические проблемы физики. Да. Что нас, на самом деле, интересует? Лабранжан-то нам зачем? Вот, это инструмент. Что нас интересует? Ну, какие-то процессы, вероятности процессов каких-то, да? И сечения каких-то процессов. Вот, что нас интересует. Вот, из этого Лабранжана мы и должны, как-то с этим Лабранжаном, должны научиться вычислять вероятность процессов различных, и сечения различных процессов. Ну, как это делается? Вспомним, как это делается в квантовой механике. Как делается? Вспомним, как строится теория возмущения в квантовой механике. Как она строится? Вот у нас есть, пусть у нас есть некий квантовый х, равный х0, плюс ве возмущения. Мы все знаем об этом Лабранжане А0, то есть знаем полный набор его состояний, формированных каким-то образом. Ну, вот у нас... И нас интересует, скажем, амплитуда перехода из состояния начального какого-то И в какое-то состояние Ф. Это собственное состояние Ганитариана А0. Как мы можем получить эти амплитуды перехода? Можем получить следующим образом. Как удобно работать в так называемом представлении взаимодействия. В представлении взаимодействия. Где? Или в Геракховском представлении. Где? Это есть представление Шелёди, Неберодское представление, но с Гаммитерианом H0. Гаммитерианом H0, да? То есть, зависимость волновых функций... Волновые функции... У нас операторы, зависимость от времени операторов, управляются Гаммитерианом H0. А волновые функции, если при выключенном взаимодействии, не зависят от времени в представлении взаимодействия, да? Ну, давайте напишем так. Тогда что можно написать? Что можно написать? Можно написать, что волновая функция в Си... Это есть... Вот представление взаимодействия. Я не буду писать представление взаимодействия, да? Это есть волновая функция Е в стерпени минус и H0. Так, на Си Шрёнингеровское. Да? Правильно я написал или нет? Неправильно я написал. Плюс, да? Плюс. Вот таким образом зависит. Это Пси Шрёнингерская. Это волновая функция. Обычная Шрёнингерская волновая функция. Это в представлении взаимодействия. И, значит, тогда и Д7 по ДЦ будет равно чему? Ну, я так напишу, что это есть вот что. Продиферицирую эту экспоненту. И результат дифферицирования помещу сюда. Получим Е в степени минус плюс Пи. H0 T на минус H0 D. Это вот это дифферицирование экспонента. И потом, здесь у меня будет стоять Е в степени Пси Шрёнингерская. Да? Это вот, это результат дифферицирования экспонента. А дальше я дифферицирую еще Пси Шрёнингерскую. Она зависит. Плюс H. Да? Не ДФДТ. А Пси Шрёнингерская. Это есть просто А на Пси Шрёнингерская. Да? Правильно? И дальше напишу Пси Шрёнингерскую. А что такое Пси Шрёнингерская. Это есть в степени минус и H0 T на Пси. О! Я получил уравнение для ДПси. ДПси и ПТ выражаются через саму Пси действия оператора. А что такое H0 плюс H? Это есть В. О! То есть, что такое? Вот это оператор. Это оператор в Шрёнингерском представлении. А это оператор в представлении взаимодействия. То есть, я его от АА напишу так напишу. Вот это вот все выражение. Это из оператора в Шрёнингерском представлении взаимодействия. Шрёнингерский не зависел от времени. А это уже в представлении взаимодействия. Зависит от Т. А Т, ну, как Гейзенбергов с низком ряда на башню. И вот такое уравнение получилось. Для различности Пси от времени, где Пси взято от представления взаимодействия. Ну, конечно, и я легко его напишу. Решение формальное, да? Легко я напишу решение? Я бы легко написал его решение. Если бы вот В в разные моменты времени коммутировали... Это же оператор у меня, да? И в разные моменты времени он не коммутирует друг к другу. Если бы это был не оператор, а просто число, это было Пси. Ну, это есть лекция перед минус ИВ на Т, правильно? На Пси ноль. И это бы не было. Значит, я бы мог написать, что Пси от Т равно лекция перед минус ИВ на Пси ноль. Ну, на Пси ноль. Да? Начальный момент времени. Как бы написано, да? Но если бы В это есть... В от Т умножить на Т. В от Т умножить на Т. Если бы это не зависело от времени, просто от Т. Если бы зависело от времени, то что бы я написал? Интеграл. От Т ноль на Т. В Т штрих. 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 Если бы В зависело от... Вот это решение, как с В зависимым от времени. Да? Но! Это решение годится только тогда, когда... В разные моменты... Когда В не оператор. А если бы оператор, причем такой, что в разные моменты времени он... Оператор в разные моменты времени не коммутирует друг с другом. То тогда надо писать... Что надо писать? Надо писать... Вот такой значок. Т. Ну, потому что, если бы... Мы же не знаем, вот... Как мы понимаем вот эту экспоненту? Разложение. В виде разложения. А в каком порядке? У нас в разложение входят там операторы, стоящие... Зависимые от разных времен. Да? А в каком порядке их ставят? Вопрос возникает. Так этот вопрос вот решается вот этим значком Т. Что означает фрешер Т? Означает Т упорядочение. Да? Временное упорядочение. Временное упорядочение. Ну вот. Вот решение. То есть, мы должны так писать на самом деле, что это... Все операторы с более поздним временем ставить левее. Операторы имеющие более позднее время ставят левее, чем операторы имеющие более раннее время. Вот такой значок Т упорядочение. Значит, значок Т упорядочение. Ну, нас на самом деле интересует обычно, в дальнейшем мы практически исключительно будем этим и заниматься. Вопрос на переход... Такой вопрос. Вот мы на минус бесконечности по времени имеем какое-то состояние. Собственное состояние гамильтариана H0. Да? Пусть... Состояние Пси-ИТ. А нас интересует амплитуда перехода из этого состояния в какое-то собственное состояние этого же гамильтариана H0 на плюс бесконечности. То есть, что нас интересует? Нас интересует... Берем Пси-ИТ. В момент развиваем его с помощью вот этого оператора. И проекцируем на состояние Пси-ФТ. То есть, нас интересует вот что. Материчные элементы. Ф-матерец. С-Ф-ИТ. С-Ф-ИТ по определению, это есть вот что такое. С-Ф-Т. А здесь стоит. Т-произведение. Е в степени. Минус И. Минус И. В-интеграл. От минус бесконечности до бесконечности. В-интеграла. От Т. От Т. От Т. От Т. Я уже опустил штрих. Потому что уже у меня предний нет. Фиксировано. А здесь это Т. И. Мы повторяем. Мы берем начальное состояние. Считаем, что на мину и бесконечности по времени наша система находилась в этом состоянии. Также она разбивается. На плюс бесконечности волновая функция становится вот такой. И мы ее проектируем на состояние. Некое состояние. Собственное состояние. Минтеграла. Минтеграла. Вот. Все. Это матерс-элемент перехода между начальным состоянием и конечным состоянием за все время. Вот. Что это такое. Ну. Иногда нас будет интересовать У матрицы на самом деле. У. Ладно. У. ФИТа еще не пишу. У ФИТа. Да? Которая зависит от Т. Которая есть. А. Да? У ФИТа. От Т. Д 0. Вводится такая величина. Матрица. Это матрица перехода между триконечных временах. У матрицы она называется. И это есть вот что такое. ФИТа. На цель произведения есть степень минус ФИТа. Интеграл от Т0 до Т. Вейдинг ДТН. От Т3 до Т3. А здесь Т0. Такая тоже величина рассматривается. Ну. Очевидно, что С2 это предел У. При Т0 минус бесконечность. Всё. Теперь что же у нас играет роль в A-interaction от Т? Это, значит, габинетариан. Вернее, габинетариан взаимодействия. Ну, вы знаете, что габинетариан взаимодействия равен логранжану взаимодействия с обратным знаком. В логранжан взаимодействии здесь есть минус, есть, что такое? ИД, минус, и, как у нас? Минус ЕА. Значит, вот что у нас такое. 10. Е в степени плюс, минус. Минус Е. Интеграл от минус бесконечности до бесконечности. И минус Е. А здесь стоит С с чертой. Вот х. А со шляпой. Вот х. Пси от х. Пси от х. Пси от х. Ну, потому что Пси нехорошо. Не хочу писать Пси, потому что у меня Пси, чтобы он не путался с этим Пси. Пси здесь это же поле, вот, Ираковское поле. А это состояние, волновой вектор какого-то состояния конечного. Который, это волновой вектор, конечно, в пространстве чисел заполнения. Да? Нас интересует волновой вектор в пространстве чисел заполнения. Это чем он определяется? Он определяется числом... Ну, мы считаем, что... Что это за состояние? Что мы будем использовать в качестве начальных конечных состояний? Это состояние с определенным числом электронов и фотонов, да? А как они... Что это за состояние с определенным числом электронов и фотонов? Это состояние, которое получается действием на лампу. Вот этими операторами А-крест, В-крест и С-крест. Вот что это за состояние. Да? И вот... Ага, все от х. Здесь стоит А на Д 4х. А ну... Ладно, напишу уже более подробно. Значит, напишу минус и е. Интеграл. От минус бесконечности до бесконечности. ДТ. Интеграл. Д в углу Х. По всему пространству, естественно. А здесь как Пси-черколик от Х. А-какляплин от Х. Пси от Х. Это значение от координаты пулетния или от пулетния. Да? Все. Это все в экспоненте стоит. Все в экспоненте стоит. Все это стоит в экспоненте. Да? И умножаем. И все на состояние. Вот у нас начальное состояние. Повторяем, что это вакуум. А на вакуум действует оператор рождения электронов и электронов. Вот. И мы смотрим переход в коричневое состояние. Вот. Что нам нужно вычислять. Такие элементы. Почему декуб Х? Потому что это плотность лагранжевой функции. А лагранжан это что такое? Лагранжан это плотность умноженной на... Ну ведь интеграл от плотности по объему. По трехмерному объему. Вот лагранжан. Вот лагранжан. А потом мы его интегрируем по вреду. Вот такие материчные элементы нас и интересуют. Основная наша задача. Вычисление этих материчных элементов. Как решается эта задача? Ну, решить эту задачу точно не представляется возможным. Да? Поэтому задача решается по теории возмущения. По теории возмущения. То, что применимость теории возмущения, она обеспечивается на первый взгляд. Вот у нас параметр теории возмущения. Заряд, да? Ну, заряд, если у нас... Мы же работаем в системе... Я, правда, вам этого не говорил. Мы работаем в системе, в которой С равно единице и Аж равно единице. Да? А значит, Е квадрат чему равно? Ну, правда, еще чего я вам не сказал, а что следовало бы говорить. Мы работаем еще в филициальной системе единиц. Да? В филициальной системе единиц. Е квадрат делить на 4πHc равно 1.137. Да? Постоянная тонкая структура. Мы включим в этой системе единиц. Зачем 4000? Ну, причем H и С у нас тоже равны единице. Да? То есть, Е квадрат на 4π равно 1.137. В обычной системе единиц. Е квадрат делить на Hc равно 1.137. Ну, мы H и С положили единицы. Ну, просто это всегда можно сделать. Потом всегда можно восстановить. Поскольку по размерности просто восстановить степени Hc. Поскольку из них нельзя безразмертные комбинации построить. А вот Hc отличается от обычной тем, что заряд содержит заряд. Hc в корне из 4π раз больше, чем обычный заряд. Но зачем это сделано? Ну, сделано для того, чтобы... Энергировка полей тоже отличается в корне из 4π от обычных. Для чего это сделано? Чтобы 4π истребить в равнении Максвана. Не таскать 4π. И, значит, плотность энергии была бы не единиц на 8π. Е квадрат плюс H квадрат. А одна вторая. Е квадрат плюс H квадрат. Вот так вот. В такой системе мы работаем. Чтобы не возникало недоразумений. Чтобы не возникало недоразумений. Так вот. Значит, Е у нас маленькая личина Е. У нас маленькая личина Е. Поэтому, вроде бы, можно чего-либо смущение применять. Ну, пока увидим... Понятно, что это формально. Разложение идет по Е. Формально, конечно, по Е идет. Ну, реально, это, понятно, есть какие-то параметры. И мы увидим, что параметры... Иногда разложение идет не по Е, а по Е умножить на бесконечность. Так? Ну, мы потом все такие члены, которые Е на бесконечность, мы их просуммируем там. Придется немножко химичить. Ну, вот. Тем не менее, в конце концов, малость Е обеспечит нам возможность применения некой теории возмущения. Вот. Значит, надо развивать теорию возмущений. Теорию возмущений можно как развивать? Ну, можно просто взять честно, разлагать, по зарядке, да? И писать... Ну, то есть, как, например, выглядеть второй член теории возмущений. Как второй член теории возмущений выглядеть? Экспоненты мы расписываем. Вот это Т на экспоненты. Что это такое? Давайте я... Ну, ладно. Напишу. Это из деленица. Минус Е. Интеграл. Вот это вот всё я обзову. Обзову как-нибудь. Так? Обзову. Ну, тем же В В от Х обзову. Бог с ним. Вот это вот всё. А В от Т. В от Т обзову. Хотя В буквы уже использованы у нас. Ну, напишу А от Т. Интеграл от минус бесконечности до бесконечности. Здесь мы берем А от СН. ЗЦН. Плюс. И Е в квадрате. Да? А здесь... Ну, минус и Е в квадрате. Неважно. А здесь будет два члена. Здесь будет интеграл на высоту. Ну, вернее, их можно записать как один член. Но здесь, на самом деле, при разложении экспонента у нас есть два футерева знамена. Но зато у нас есть два члена с разным упорядочением. За которые можно записать одинаково. Это вот такой интеграл от минус бесконечности до бесконечности. ДТ. Да? А от Т. Интеграл от минус бесконечности до Т. ДТ' Т' А от Т' Да? Да? И плюс, и так далее. И повторяю. А, это вот этот интеграющий. Он по пространству есть интеграл, а по времени нет. Это функция времени. Я ее обозваваю. И вот так, для краткости, и так вот написал. Видите, у меня здесь есть упорядочение. Да? ДТ' Вот это. Т' Меньше, чем Т. Операторы с более поздним временем стоят левее. Ну, дальше будет еще. Ну, понятно, как все пишется, да? Ну, и как можно вычислять? Как можно вычислять вот эти матексы на элементы? Ну, очень просто. Взяли, значит, между каждыми. Вот здесь просто, здесь у нас А. Эта лична, которая выражается через гранатом нашего уничтожения, она действует на состояние... Здрасте. Что-то поздновато пришли. Или как? А? Ну, ладно. Кстати, ваша группа потеряла двух героев, да? Почему? Почему? Одного вроде. Так. А Гриширенко? Ну, вот одного. Да? А Селезнева, Нина Владимировна? Ну, они до ножка тели. Ха-ха-ха. Ну, с того времени, как я с вами работал не на Владимировне, Да. А Оксана Александровна? Начала? Есть. Там. Там. Ну, ладно. Ладно. Как... Гончаренко-то почему? Он отрибьется на другую. Да как? Изморачивая. Ну, жаль, жаль. Ладно. Ладно. Так вот. Ну, как начать? Мы можем... Маточные элементы, вот между состоянием с определенными числами частиц, ямко-чисто... А, которое вот таким образом написано, мы можем все материчные элементы вычислить. Да? Поэтому можно вычислять, проводить вычисление таким образом, что здесь вставлять промежуточное состояние. Вот здесь. Все это вставили, просуммировали по всем промежуточным состояниям. Ну, сумма по всем состояниям, это есть единицы, да? Единицу вставили как сумму по всем возможным состояниям. По полному набору состояний. И таким образом вычислять. Так мы получаем старую теорию возмущений. Просто так, теорию возмущений, которая используется в квантовой механике, которая не ковариантная теория возмущений. Ее называют нековариантные теории возмущений, старая теория возмущений. Иногда же геонимик, как теория возмущений. Вот. Ну, она... Эта теория возмущений, конечно, ее можно не использовать. Она чем неудобна? Потому что она неудобна тем, что вот много членов растекает в этой старой теории возмущений. Из-за того, что мы здесь проводим суммирование по полному набору состояний. То есть, во-первых, она более... Много членов приходится рассматривать. Во-вторых, она нековариантная. Поскольку вот эта операция... Явная ковариантность теряется. Явная ковариантность. А, на самом деле, инвариантность... Явная... Вот эта вот S-матрица, да? Вот этот оператор, он является инвариантным. Ковариантным оператором, да? То есть он... Почему? Потому что вот здесь стоит D-произведение, да? D-произведение. Д-произведение. Но, значит... Т-произведение... Эд-произведение... Понятное, что D-произведение упорядоченным по времени зависит от... Порядок по времени. Зависит от системы, да? Зависит от системы, от счета. Но, но, при переходе, меняется порядок при переходе из системы в систему, меняется порядок точек, порядок времен в разных точках, но он меняется только в том случае, нежели эти точки связаны каким интервалом? Ну, вопрос. Какие бывают интервалы? Пространство подобное и времени подобное, да? Так вот, если интервал времени подобный, то может меняться порядок времен, но не может, потому что должны через ноль проходить, и интервал меняется, изменит знак, да? Значит, только меняется порядок времен только для пространственно подобных интервалов. Но, у нас при пространственно подобных интервалах, вот эти операторы коммутируют друг с другом. Ну, это ясно из таких физических соображений, да? Что, ну, просто они не могут быть... Два события, разделенные пространственно подобным интервалом, не могут быть причинно связаны. И поэтому, вот эти операторы должны коммутировать. Это можно просто из явного вида коммуникационных соотношений для операторов, для вот этих полевых операторов получить. Поэтому, хотя формально, вот эта вот, здесь стоит операция для произведения, которая нарушает, вроде бы, элитийскую неравиатность, на самом деле, это просто формально. Реально никакого нарушения элитийской неравиатности не происходит из-за свойства этих операторов. А вот такое вот прямое написание, опять же, оно, ну, уже явно нарушает элитийскую неравиатность, нарушает, подспудно она остается, если мы все члены соберем, то она восстановится элитийской неравиатности, ну, в отдельных членах она будет нарушаться. И опять же, это неудобно для, считается, что это неудобно для рассмотрения. Во-первых, такое, какрующееся нарушение элитийской неравиатности, во всяком случае, нарушение, видимое нарушение в промежуточных вычислениях, это одно неудобство. И второе неудобство, это число членов, которые, различных складов, которые надо рассматривать. Ну, к этому мы еще вернемся. Значит, вот эти вот два неудобства, не ковариантной теории возмущений, заставляют использовать, заставили Фейдмана, ну, и не только, может быть, еще и до Фейдмана люди этим занимались, развивать ковариантную теорию возмущений. Ковариантную теорию возмущений, которая оказалась, ну, аналитическим вариантом, коварианта, и в разложении вы встречает меньшее число членов. Вот это ее преимущество. Но, оказывается, надо сказать вам сразу, что вот эти вот преимущества, оказывается, ну, как всегда, есть обратная сторона медали. И преимущества оборачиваются и недостатками. Недостатки. Какие недостатки? Это некое затемнение физического смысла. Это раз. Да? Затемнение физического смысла. И еще. Будем еще об этом затемнении физического смысла будем говорить. И еще стоит сказать, что при высоких энергиях оказывается, что вот не говоря о этой теории возмущений, а мы часто будем интересоваться именно высокими энергиями, не говоря о этой теории возмущений, обладает, ну, то есть, в ней можно выбросить равномерное число членов, число членов, которое надо рассматривать, не говоря о теории возмущений, в ультра-электризме. Оно карбинально обращается, и оно оказывается более удобным для рассматривания, чем кавариантная обычная теория возмущений, развитая термином, которую мы будем в дальнейшем обсуждать. Еще раз повторяю, в дальнейшем мы будем обсуждать не эту теорию, не старую теорию возмущений, а некую вариантную теорию возмущений, а фильмную теорию возмущений. Но надо, чтобы вы знали, что старая теория возмущений имеет преимущество ясной физической интерпретации раса и удобство использования клеевысокых энергий. Все про старую теорию возмущений, больше к ней долгое время, во всяком случае, не будем возвращаться, и будем говорить о кавариантной теории возмущений. Как же она строится, эта кавариантная теория возмущений? Она строится на основе, так называемых, теорем Вика. Вот у нас стоит Т-произведение, да? Т-произведение. Теоремы Вика связывают, выражают Т-произведение. Опять же, вы, я думаю, вам, Сербон говорил про эти теоремы Вика. Говорил? Да. Они выражаются... Поэтому я так... Это не было просто. Напомню, что теоремы Вика выражают Т-произведения через нормальные произведения и хронологические спаривания или пропагаторы. То есть, все произведения... Нормальные произведения такие произведения, в которых операторы упорядочены. То есть, все операторы уничтожения стоят левее, чем операторы, правее, чем операторы рождения. И поэтому матричные элементы вычисляются без труда. И, оказывается, можно, вот, используя теорему Вика, свести вычисление этих матричных элементов к вычислению матричных элементов, соответствующих, так называемым, диаграммам Фейнмана. То есть, писать, рисовать диаграммы Фейнмана и по ним писать соответствующий матричный элемент. Диаграммы Фейнмана используют, так называемые, правила Фейнмана для сопоставления их каких-то формул, матричных элементов. И все готово. Матричные элементы с матрицей выписаны. Ну, теперь, надо только сформулировать эти правила Фейнмана для выписывания, для рисования диаграмм и выписывания матричных элементов. Как рисуются диаграммы? Что нас интересует? Нас интересует, вот, матричный элемент в каком-то порядке теории возмущений, в n-то порядке, то есть в порядке, когда у нас е в n-то стоит. В каком-то фиксированном порядке. Во всех порядках нельзя, конечно, все это сформулировать. Но для каждого данного порядка можно сформулировать. Значит, будем рассматривать n-то порядок твоих возмущений. Значит, и матричный элемент, когда у нас есть определенное число начальной частиц, определенное число частиц в начальном состоянии, и определенное число вот здесь, и определенное число частиц здесь. Такой матричный элемент такого процесса, в таком порядке. Так, вот для этого матричный элемент рисуется диаграмм. диаграмма рисуется следующим образом диаграммы состоят из вершины взаимодействия элементами диаграммы являются вершины взаимодействия вершины взаимодействия, которые изображаются вот диаграммы содержат 5 элементов вершины взаимодействия внутренние линии и внешние линии внутренние линии могут быть фермионные линии и фотонные линии и внешние линии могут быть тоже фермионные и фотонные Внешняя линия. Вершина. В каждой вершине встречается одна входящая электронная линия, одна входящая электронная линия, и фотонная линия в каждой вершине встречается Внутренние линии соединяют. Это линии, которые между двумя вершинами стоят. Внутренние линии опять же фирменная или фотонная. На фирменной линии имеется стрелка На фотонной линии тоже можно рисовать стрелку, а можно не рисовать. Неважно, потому что фирменная линия несимметрична относительно этих точек. Фотонная линия, вернее, матричный элемент, который сопоставляется фирменной линии, несимметричен относительно этих точек, поэтому стрелка имеет смысл. Для фотонной линии элемент симметричен относительно этих точек, поэтому стрелка, в общем-то, не важна. И есть внешние линии. Внешние линии могут быть входящие в диаграмму, могут быть выходящие из диаграммы. Ну, и точно так же для фотонов. Опять же, входящие в диаграмму и входящие из диаграммы. Вот из этих элементов строятся все диаграммы. И в данном порядке теории возмущений. Вн под порядок теории возмущений. И с фиксированным числом частиц в начальном состоянии и в конечном состоянии. Диаграмма должна содержать, диаграмма строится таким образом, чтобы она содержала, значит, заданное число. Если в начальном состоянии есть какое-то число фотонов, она должна содержать вот такое число, заданное число вот таких линий с входящим фотоном. Аналогично с электронами и позитродом. И аналогично для выходящих линий. И диаграмма должна содержать Н в вершине. Н это число порядка теории возмущений. Вот так строятся все диаграммы. Нужно еще, важный момент, нужно учитывать только топологически неэквивалентные диаграммы. Топологически неэквивалентные. Что такое топологически неэквивалентные? Это, ну, я же, диаграммы, которые можно получить поворотом линий, да? Поворотом, разворотом. Они же топологически неэквивалентные. Вращением всякого рода. Ну, в общем, надо учитывать только топологически неэквивалентные диаграммы. Ну, какой пример? Простенький пример. вот у нас есть электрон-мионное рассеяние а, мионное, правда, вот электрон-мионное я сказал а про мионы я еще и не говорил и на этой самой подражении у нас мионов и нет, да? но мионы этой частицы есть так называемые понятия понятия так называемой электрон-мионной универсальности что неоны обладают всеми теми же свойствами, что у электронов но только масса у них не на что другая 200 раз отличается масса, 210 что ли? вот так так вот, если мы хотим неоны описывать то мы, конечно, мы граждан должны включить кроме электронного поля то мы должны мионное поле включить ну, приплюсовать еще, да? тогда, вот, в граждан взаимодействие будет смешать здесь сумму вот здесь этот член электронный плюс какой же член мионный но взаимодействуют они с тем же самым электромагнитным полем и потенциалом а-мион, да? ну, вот да, можно говорить об электрон... ну, давайте об электрон расходе электрон-мионное рассеяние электрон-позитронное электрон-электронное рассеяние или электрон-позитронное, да? неважно понятно, что если мы включили мионы то надо, конечно, ввести вершину для мионов и мионный пропагатор и мионное линию внешне тоже включить, да? во всяком случае значит, тогда давайте рассмотрим вот емю емю что у нас имеется? в начале один электрон значит есть электронное линия входящая в диаграмму вот она, электронная линия входящая в диаграмму и один мион есть мионная линия но давайте её осуществлять линия пожилее вот вот так есть выходящая линия Одного электрона и одного миона. Так вот, значит, есть вот такая. Откуда она может выходить? Только отсюда. Линиям электрона и миона они не привыют. Электронные и мионы. Что отличает сохранение заряда? Значит, вот есть линия входящая, вот выходящая, вот входящая, вот выходящая. Электронные мионные углубления. А между ними, они это в вершины? В вершиной еще и фотонные линии, фотонов в начале, в конце нет. Вот точка такая Gal Range, все. Электронные ионные, диаграммы для электронных ионного рассеянья нарисовали. Нарисовали диаграмму для электронных ионного рассеянья. А если есть не электронные ионного растения? А электронная рассветка. В чем будет отличие? Отличие будет в том, что здесь надо будет рисовать две диаграммы. Тогда мы должны рисовать здесь тоже электронную линию, тоже электронную линию. Вот здесь входит один электрон, второй электрон, и выходит один электрон, и второй электрон. Но мы не знаем, из этой точки выходит этот электрон и этот. Мы должны рисовать еще диаграмму с обменной, такую же диаграмму, но с перестанканными этими линиями. Конечно, каждой линией мы сопоставляем импульс. Теперь, что сопоставляется линиям, входящим внутренним линиям и вершинам? Ну, понятно, что вершина сопоставляется в той. Вершина у нас изображает взаимодействие, и сопоставляется ей множитель. Вот что у нас здесь входит? Минус и е на а. Вершина имеет, здесь вот эта вершина, она изображает, сюда входит фотон, да, фотон. Но фотон, конечно, имеет индекс мю. Эта вершина, здесь сейчас стоит у нас а мю на гамма мю, да, то есть в вершине должно стоить гамма мю, соответствующая здесь. Вот эта, каждая линия характеризуется импульсом и поляризацией, да? Поляризацией, значит, здесь поляризация характеризуется, имеется индекс мю, а, ну, импульс вообще к а. Может быть, сюда направлено, или сюда. Это неважно в данном случае, потому что вершина не зависит от импульса. Эта вершина в этой вершине стоит, как здесь видно, только гамма мю. Это есть минус и е гамма мю. Вот что стоит в вершине. Поэтому ка я здесь их уберу, а вот мю оставлю. Ну, это тот индекс лоренцовский, который несет фотон. Входящие вершины. Входящие, выходящие, это неважно. Вот что стоит в вершине. Каждая вершине сопоставляется такой множитель. Теперь, здесь это внутренняя линия. Внутренняя линия изображает распространение частицы из одной точки в другую. Или эта функция, то есть ей сопоставляется функция распространения или пропагатор. Откуда берется эта функция распространения? Я уже говорил, что диагноз Вика говорит, что вот это Т произведение выражается через сумму нормальных произведений испариваний, то есть хронологических произведений. То есть такой линии, такой линии сопоставляется, эта линия связана с чем? Она связана с вакуумным средним от амюн, от х, амюн, от у. Если бы мы работали в координатном пространстве, то точки изображались бы координатами х и у. и уходило бы вакуумным 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 от Т произведения, да? А чему равно это вакуумным 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 от Т произведения? Его легко вычистить, используя вид амюн. Выражение амюн и амюн через операцию выражения и экстажения, которые вот были приедены, но я их убрал. ну, легко вычтите вот эта вещина называется пропагатором и это есть, что это такое? это есть интеграл Т4К на 24 опять же, я это не вычисляю потому что вам это вычислялось, все это делалось, не буду я так уже много времени теряю правда, вот для Андрея Викторовича и Сергея Сергеевича может это и в новинку? но ничего значит, Т4К на 24 а здесь стоит не в степени минус УК а здесь минус У а здесь а здесь стоит а здесь что стоит? ну, стоит я так напишу Дминю Дминю под КАН делить на К квадрат плюс И ноль зачем я написал здесь плюс И ноль? ну, потому что я когда буду интегрировать по Д4К это же у меня К квадрат то есть К квадрат минус К квадрат ну, я естественно на ноль наткнусь что вы сюда не радили вот это И ноль дает мне правило обхода этого нуля правило обхода этого нуля а здесь стоит еще спешу И вот так вот а здесь Дминю а вот это Дминю от КАН это личина зависящая от калибровки и в хлорианной калибровке вот в такой калибровке Дминю Дминю вот КАН вот это и есть вот что такое минус Дминю плюс К мю К мю делить на К квадрат на 1 минус Дмин да? так правильно? правильно ну, понятно, что прибытка равна 1 как мы говорили прибытка равна 1 у нас просто остается только вот этот член только вот этот член да? прибытка равна 1 сокращается и только этот член а это означает, что у нас независимо не связанное совершенно то есть входит сумма квадратов компонент правда, на нулевая компонента входит неправильным знаком ну и поэтому Дминю становится просто минус Дминю при бета равном едице а при бета равном нулю у нас есть поперечность то есть это Дминю перпендикулярно ко мю как не трудно убедиться из текстов вооружана из вида вооружана вот такой вид хотите веб не хотите проверить повторяю, он мог уводиться этот вид я поэтому не так вот этот пропаганк ну когда мы в импульсном представлении работаем то остается только вот этот вот час и это пропаганк то есть этой этой вне линии отличает и Дминю откат делить на крокодрат плюсы ноль вот так ну и ноль конечно важно вот эта прескрипция обхода полюсов она важна только тогда когда мы интегрировали по внутренним линиям вот что сопоставляется этой линии этой линии что сопоставляется фермионный пропагатор фермионный пропагатор это произведение от Пси на Пси с чертой и это логичный интеграл но только здесь стоит в этом боевое урожение здесь понятно что здесь стоит вот это можно считать некой матрицы по векторным индексам фотона а здесь тоже стоит матрица но матрица стоит не по векторным индексам а по пинорным индексам это есть матрица но вот здесь такое положение так вот договорились что векторные индексы фотона ну исторически так произошло векторные индексы фотона не явно указываются а здесь тоже есть спидорные индексы да они не указываются да но зато есть правило как расставлять эти вот матрицы это матрица как расставлять матрицы надо расставлять таким образом чтобы вот у нас есть электронная линия она непрерывная то есть электронная линия где-то пошла она выходит да и матрицы надо расставлять в таком порядке что начинать с выхода с конца электронной линии и писать выписывать матрицы вот двигаясь в направлении стрелки на фермионные линии. Вот такой порядок работы с фермионными индексами. Внутренняя линия отвечает I за P со шляпой плюс R делить на P квадрат минус R квадрат плюс I ноль. Вот видно, что знаменатель тот же самый, но только отличие в чем? Что здесь масса равна нулю, правильно? Масса равна нулю. И здесь стоит D-миню, а здесь вот эта вот стоит величина P со шляпой плюсов. Ну это матрица в векторном пространстве, в пространстве в меню, а это матрица в миногном пространстве. И что это такое? Происхождение этих матриц откуда? Это матрицы, спиновая матрица. Эта матрица получается из... мы берем Е-мюна-Е-мю сопряженное. Е-лянга-мюна-Е-лянга-ню сопряженное. Суммируем по лямбе, получаем Ж-ми-мюн. Ну, в случае, когда по этой равной линице мы это обсуждали. Это аналогично матрице со спиновой. Вот. Дальше что? Вот такие, значит, множители сопоставляются. Это называется пропагатором фотона. Это называется, или функция распространения, это пропагатором электрона. Теперь, что сопоставляется внешним линией? В входящей линией, входящей фотонной линией сопоставляется Е-мю. Опять же, это К. 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 Мю. Е. Мю. А. Вот так. Ну, ладно. Я не буду писать. Когда напишется правило Филингова, обычно не указывается поляризационный индекс, он подразумевается. То есть, этой линией сопоставляется Е-мю от К. Е-мю от К. Что это такое? Это спиновая волновая функция. Спиновая волновая функция, да? Для фотона. Причем спиновая волновая функция, не сопряженных, как и на условиях для начального состояния. А для выходящего. Выходящая линия, если это, опять же, ню. Ну, то есть, ню это индекс, который стоит в вершине. В вершине здесь стоит. В этой вершине стоит гамма. Да? С каким-то индексом. Эта же вершина, она вот такая, да? Я не выписываю. В каждой вершине же соединяется электронная линия, да? Две электронные линии, входящие и выходящие, и фотонная. Значит, здесь стоит гамма, ню, какой имеющий индекс ню. И этот индекс сворачивается с линией, с индексом волновой функции фотона. Здесь волновая функция сопряженная. Если здесь, опять же, ню, К и ню, то здесь есть ню сопряженная, а К. Вот, ну, легко понять, что для этих линий, для этих линий. Эта линия, да? Вот эта линия. Вообще говоря, она, эта линия. Можете изображать либо электрон... А, это промежуточная линия, пардон. Вот эта линия, вот эта линия, да? Это входящая, она входит в вершину, да? Но изображать она может быть. Изображать она может либо электрон в начальном состоянии, либо позитрон в конечном состоянии. Если, как будем говорить, если это электрон в конечном состоянии, электрон в начальном состоянии, с импульсом П, с импульсом П, то эта линия сопряжается У, опять же, это волновая функция, спиновая волновая функция электрона. У от П. Ну, еще раз повторяю, что вообще-то У, кроме спиновая волновая функция, кроме импульса, характеризуется поляризацией еще. Я, поляризационный вид, как обычно опускается. Вот У от П. Это, ну, может эта линия изображать и позитрон. Значит, либо это П, либо, напишем, минус. Импульс П, пристроен в конечном состоянии. Что означает? Стрелка-то сюда направлена, но импульс, здесь нулевая компонента импульса подразумевается положительно определенной, да? То есть, этот знак минус имеет смысл в том, что он означает, на самом деле, что физическая частица движется не сюда, а сюда. Это выходящее линия, да? То есть, это такая линия изображает либо в электрон, входящий электрон, либо выходящий позитрон. Если это выходящий позитрон, то ему сопоставляется линия минус, вернее, В и У от АВ, с какой-то поляризацией опять же опускают, от П плюс В. Вот смотрите, это входящая линия, да? Линия входящая. Но изображает позитрон в конечном состоянии. А здесь пишем волновую функцию, как будто не сопряженную, да? Но это все неправильно. На самом деле, это сопряженная волновая функция для позитрона, да? На самом деле, волновая функция для позитрона не В, а В сопряженная. И это легко было понять, опять же, из вида разложения капси. Вы помните, там было в этом разложении, что у нас стоило? А на У, а лянда на У лянда, да? Плюс, что стоило? В крест на В, да? В крест на В. Ну видно, что стоит при операторе уничтожения стоит волновая функция, нормальная волновая функция. А для Пти с чертой что стоило? А крест для Амда на У с чертой, плюс В на В с чертой, правильно? То есть, на самом деле, волновой функцией для позитрона, настоящей волновой функцией, не сопряженной волновой функцией, является не В, а В сопряженной. волновой функцией для позитрона. Путь, что мы имеем для элестронов, для входящих линий, ну и для выходящих, очевидно, что ежели это импульс, или с импульсом П, выходящим с физическим импульсом П. Ну вот, так я напишу, полный импульс. Полный импульс. Здесь есть П0 и П вектор, да? П0 это корень квадратный из П вектор в квадрате, плюс М в квадрате. То эта линия сопоставляется У с чертой, вот П, что пригодная волновая функция для электрона. А если эта, опять же, линия изображает не электрон в конечном состоянии, она может изображать электрон в конечном состоянии, или позитрон в начальном состоянии, минус П плюс опять же. То есть, за счет чего, что означает этот минус? Опять повторяю, что это П плюс, это корень квадратный из П плюс вектор. Нулевая компонента это корень квадратный из вектор, квадрата вектора плюс М квадрат. Нулевая компонента отрицательна, означает, что частица на самом деле движется сюда. И это значит позитрон в начальном состоянии, но сопоставляется ему В с чертой от П плюс. Опять же, в начальном состоянии, в частице в начальном состоянии должна сопоставляться волновая функция, но видно, что волновая функция это не В, а В сопряженная. Вот все правила Феридного? Нет, не все. Где же-то еще у нас? В каждой вершине стоит дельта функция, на самом деле, выражающая закон сохранения. Дельта функция, выражающая закон сохранения. Я не выписываю. Почему в каждой вершине стоит дельта функция? Ну, потому что у нас стоит интегрирование В4Х, да? В4Х. А интегрирование дает, конечно, интеграл дает, конечно, дельта функцию от входящих, от суп и импульсов, которые сюда входят. Я не выписываю эти функции. Почему не выписываю? Потому что, значит, проще дополнить, проще не выписывать. Ну, если не выписывать, то тогда надо здесь тоже выписывать интегралы. На самом деле, мы должны учитывать законы сохранения в этих вершинах и интегрировать по импульсам внутренних линий. Импульсы внешних линий фиксированы, естественно, потому что у нас фиксировано начальное состояние, конечно. Импульсы внешних линий фиксированы, а импульсы внутренних линий, они определяются законами сохранения. Но, ежели законов сохранения недостаточно для фиксации импульсов какой-то из внутренних линий, то тогда по этому импульсу проводится интегрирование с весом Д4Х. Делить на 2П в 4. Ну, почему так? Здесь, в вершине, мы имеем от интегрирования 2П в 4 на дельта функцию в законном сохранении. В интегрировании, вернее, для внутренних линий, мы имеем вот интегрирование с весом Д4П 9 и К, делить на 2П в 4, то есть какие-то в результате, 2П в 4 и все, то есть в результате остается только интегрирование по тем внутренним линиям, по импульсам, тех внутренних линий, которые не определены законами несотвоения. И интегрирование должно проводиться с вот этим весом. Ну, вроде бы, все с этими правилами Фернерных. Вроде бы все. Нет, не все. Вот еще что. Еще, в каждой замкнутой электронной петле сопоставляется множество единочных единиц. Для каждой замкнутой электронной петли дополнительно выписывается множество единочных единиц. Ну, откуда он выписывается? Это из-за того, что замкнутой... Из-за антикоммутативности фернерных операторов. Из-за антикоммутативности фернерных операторов. Из-за того, что для Аксии есть не коммутация, а антикоммутация. Вот так. Ладно, мы не будем, опять же, на этом останавливаться. В принципе, я могу сразу написать правила Фернерна. И все, давайте работать с этими правилами. Ну, еще, правда, осталось, как вот... Я правила Фернерна сформулировал для вычисления матрицных элементов S-матриц. Да? Для матрицных элементов S-матриц. А нам надо еще по этим матричным элементам... Нам дальше интересуют вероятности сечения. Нам нужно, значит, сформулировать, как вычитать сечения с помощью этих... Таким образом, определенных матрицах элементов. То есть, правила... Вот эти правила, они для вычисления... Для вычисления S-F-I. S-F-I. Да? S-F-I. Матрицных элементов. Для перехода из начального состояния I в конечное состояние F какое-то... Задранное. С задным числом частиц. С определенными частицами. Ну, любые, но определенные. Вот. Но обычно это S-F-I записывается в таком виде, что это есть... Так... Дельта F-I. Ну, это символическое Дельта F-I, которое, на самом деле, содержит... Это тот член, который не включает без взаимодействия. Если бы не было взаимодействия, то вот стоял уже... Остался бы этот член. Он, конечно, включается... Он зависит от нампировки состояний... Пс-F-F, да? Вот. Но... Правила Фейнмана... Вот эти... Они приведены... Для... Для... Чего... Для... Вычисления... Для... Вычисления... Ну... Для вычисления... Матрушских элементов... Уже... В какой-то... Определённый нормировок, конечно... Я же не так говорил... Что... Начательный состояние, конечный состояние сопоставляются... Такие... Такие... Множители определённые... Это требует, конечно, определённой нормировки состояний... Но я вот... Здесь... Напишу так... Что... Давайте обсудим вопрос нормировки, скажите... На самом деле... Да... Запишем так... D-F-F равно D-F-F... Значит, это какой-то... Без взаимодействий нас он пока не будет интересовать... Плюс... M... fd на поле квадрата. А здесь напишу. Пи в четвертой. Да это функция от pf минус pi. Что такое pi? Это суммарный начальник. Что такое pf? Это суммарный конечный минус. Дельта, конечно, четырехмерная дельта функция. Четырехмерная дельта функция, которую выражает закон сохранения. Ясно, что когда мы будем для любой диаграммы использовать, понятно, что в каждой решении у нас есть сохранение импульса. Понятно, что оно остается и в общее сохранение импульса. Четырехмерного импульса. Обязательно должен выделяться вот этот множек. Дальше встает вопрос о нормировке состояний. И вот будем считать, что мы выписываем, значит, вот эти матерские элементы. А здесь еще выделяется множество гей. Ну, множество гей выделяется, ну, скажем, для, из тех соображений, чтобы в бортовском приближении вот эта вот амплитуда перехода была веществе. Это, конечно, условность. Ну, так приятно взять этот множек. Чтобы в бортовском приближении эта амплитуда была вещественная. Дальше. Еще здесь мы видим, значит, будем использовать такую нормировку состояний, что... Ну, такую нормировку, которая, на самом деле, определена нашими коммунационными соотношениями. Вы помните, я писал функционные соотношения такого типа, что... А... Крест... Ну, ладно... С... С лябда... С крест... С лябда как... С крест... Лябда штрих... К... Штрих коммутатор... Это есть... Я не писал, не писал... Два Омника К... Два Омника К... А здесь стоит минус грябда, а то штрих... Два Омника К... Два Омника К... И я буду считать, что начальное и конечное состояние, это состояние, которое... Я вычисляю... Матерские элементы из матерских между состояниями, которые получаются просто действием операторов СК... Крест на равном... А... СК-1... Лябда-1... Ну, такие матерские... Я жду матерские элементы вот такого типа... Произведение по... Ля... По... С... Лябда-1... И... Т... К... Житая... С... Произведение по... И... Жиль... Крест... Это вот число... С... Какого аналогичного произведения для... Ну, то есть... Вычитаем матерские элементы между состояниями, которые получаются... Действиями операторов Рождения... На... Ваку... И эти операторы Рождения... Они... Нормировкой их определяют... Вот эти инфункционные соотношения... Это всё... Я тогда договорился... Забил... Нормировку соотношения... Ваку... Нормировки соотношения... Yang, 0, 0, 0... Нормировка соотношения... И вот эти все... Нормировки соотношения определа... И сейчас... Ех, Ех... Я включу здесь для того, чтобы... Ну, видите, нормировка, сейчас у меня, конечно, нормировка, она не вариантная, да, потому что вот она содержит омега на дельте, да? А я хочу нормировать, а я хочу написать, а, смотрите, а вот маточные элементы, которые, вот правила Фейнмана, которые я здесь написал, да, они дают мне ковырялки маточные элементы, ковырялки маточные элементы. Это значит, что я где-то спрятал... Я же я должен касс матрица, да? На самом деле, я написал не для с матрицы, не для с матрицы правила, а для с матрицы с какими-то коэффициентами. И ковырки эти, в общем, можно, ну, прямым рассмотрением получить. Оказывается, я создал правила не для с, а вот для вот этого выражения. Ну, во-первых, я в В сочинительном ходе 2 межчвёртой и дельта функция, которой у меня нет в этих правилах. И входит нормировка состояния. Для того, чтобы выявить нормировку состояния, я должен здесь написать произведение по начальному состоянию 2 ε и произведение по конечному состоянию 2 εf. Вот так вот. Всё. Вот так вот выражается у меня. И тогда я имею вот эти вот правила Фейнмана, которые я написал, правила Фейнмана для вот этого матрица в Вене. Уже ковыриантного матрица в Вене. То есть не для с матрицы я написал правила, а для ковыриантного матрица в Вене. Повторяю, потому что я написал ковыриантное правила Фейнмана и без вот этого закона сохранения. То есть я должен ещё учесть нормировку, но нормировка, оказывается, учитывается вот этим множеством. Ну и всё. А дальше мне нужно написать, как выражаются вероятности. И сечение, как выражаются вероятности. Вернее, сечение разных процессов, как выражается через М. Ну, значит, что мы должны сделать? Мы должны, для того, чтобы получить вероятность перехода в единицу времени, что мы должны сделать? Мы должны, вот С, это всё-таки матрица элемента перехода, да? Мы должны взять СФИ, ФИ по модулю квадрата, да? Это будет полная вероятность перехода за всё время. На что мы её должны разделить? На что мы её должны разделить? Мы должны выинтересоваться вероятность перехода в единицу времени и в единицу объёма. То есть мы должны разделить на ВТ. Ну, что вы тогда получите? Единиц на ВТ. ВТ на СФИ по модулю квадрата. Это есть ЛФИ по модулю квадрата. Здесь стоит 2,4. Следующая дельта функция от ВТ минус ВТ. Да? Но здесь стоит произведение. Дельта функция ещё в квадрате стоит. Единица на ВТ. Вот эта дельта функция, да? Ещё на 2,4 дельта функция. Это четырёхмерная дельта функция причём, да? Ещё на 2,4 дельта функция. Ну, вы понимаете, что такое 2,4 дельта функция? Это есть интеграл от Е в степени И. ПФ минус ПИ на X Z4X. Интеграл. Да? Это есть как раз 2,4 дельта функция. Вот я 1,4 дельта функция пишу явно, а вторую пишу как интеграл. И в этом интеграле, то я полагаю равном ВТ. Что такое? Интеграл В4. Что это такое у меня будет? Это ВТ и будет. Вот он у меня собратился. Ну, конечно, можно это делать более аккуратно, но это к чему нам всякие строгости. И здесь остаётся 2,4 дельта функции. И здесь остаётся 2,4 дельта функции. Вот это вероятность из определённого состояния, да? Ну, это, на самом деле, не вероятность, а плотность вероятности. Для того, чтобы выбирать, что получить, надо умножить ещё на фазовый объём в конечном состоянии. Если умножить на фазовый объём D, R, R, R в конечном состоянии. А как мы должны писать фазовый объём? В нашей нормировке что мы имеем? В нашей нормировке. У нас нормировка такая, что на едице объёма содержится одна частица. Значит, мы должны умножать на произведение по F, D, Q, P, F. Ну, это произведение по всем импульсам количества, да? Делить на слабый входе. Вот эта вероятность. Дубль-бас с точкой. Я напишу в единицу времени. Вот она такая. Вот так пишется эта вероятность. Да? Дубль-бас с точкой. Да. А если я интересуюсь сечением? Да. У меня могут быть разные вопросы, конечно. Я могу интересоваться вероятностью распада. Да. Причём эта вероятность в едице объёма, да? Я могу интересоваться, скажем, распадами частиц. Не могу интересоваться распадами. Ну, я же у меня, конечно, вклад для родинарных частиц стабильный. Но, в принципе, мы можем рассматривать нестабильные частицы, интересоваться вероятностью распада частиц. И тогда что я должен сделать ещё? Тогда у меня вначале одна частица. В конечном состоянии может быть сколько угодно частиц. Вначале одна частица. И если я интересуюсь распадом, вероятностью распада, то я... Ну, вот это у меня и будет вероятность распада в единицу времени. Это вероятность распада в единицу времени. А если я интересуюсь сечением, то что я должен сделать? Я должен ещё разделить на поток. Де сигма. Чему будет равно сечение? Ну ладно, я не буду переписывать. Сечение. Как будет выражаться через сечение? Де сигма. Я должен это выражение ещё разделить. Ну, на что? Поскольку у меня в единице объёма одна частица, я должен ещё разделить на относительную скорость этих частиц. У меня стоит два εi, два εi, два εg и на выяжи. Ну, давайте я определёнен временем в двойни со стороны. Ну, конечно, я определён в игрод-вериантном виде. Это у меня у меня 2 ε на... таким. Таким образом, я отсложаю на н. Ясно, что у меня вот этот вот матерь Сульверен литвинский вариант, это выражение тоже литвинская вариант Это тоже литвинская вариант Де куле, бе на двоя GS на 2 ε, тоже литвинская вариант Теперь давайте я в системе побоя частицы ж, например, когда будет 2 и и на m, ж и на v, и, да? Эпсилон и на v, и это что такое будет скорость v, и это будет п, что будет настоящее, 2 может на 2, у меня стояло произведение двух эпсилонов, он у нас будет эпсилон на m, эпсилон, ну что, как я могу написать, я могу написать так, скорость квадратная из p, i на p, g в квадрате минус m, i в квадрате на m, g в квадрате, да? Вот так вот написал, и это будет как раз то, что нужно, потому что в системе кнопок и p, g, например, да? это будет п, эпсилон, i в квадрате, да? m, g в квадрате, m, g в квадрате, выносится из-под корней линеи m, g, и здесь стоит как раз п, i, все, вот это выражение для сечения, это выражение для сечения, да? ну, вот так эти выражения мы и будем, ну так сказать, выражение, которое нам в дальнейшем нам нужно будет использовать таким образом, ну что еще можно сказать? можно это выражение упростить, для случаев, когда у нас имеется две частицы в конечном состоянии ну, вначале мы, конечно, будем заниматься как раз такими процессами, как раз простейшие процессы, это два в два процессы два в два, которыми мы и будем заниматься, это, ну, скажем, электронно-электронное рассеяние, электрон-пазитронное, калтон-релект, и так далее тогда корнейшем состоянии должны быть две частицы, и выражение мы можем упростить, сняв с электрофункции вот это вот, можно так сказать, вот это выражение обзывается часто буквой И ну ладно, мы не будем ее обзывать, бог с ним а мы рассмотрим вот эту вот, вот эту вот часть, вот эту часть, да? обзовем ее, эту часть, ДРОФ ДРОФ обзовем вот эту вот часть и ДРО2 посмотрим, почему равно ДРО2 ДРО2 значит, что это будет? здесь ДРО2 в 4, здесь ДРО2 в 6 значит, как можно написать здесь интегрирование по ДКУПП1 и ДКУПП2 да, ДКУПП1 и ДКУПП2 мы можем написать так Д4П1, да? Д4П1 и на ДРОФ так, ладно, напишем единственное, на ДКУПП2 здесь ДРОФ от 4 метра на ДРОФ ID n так, что ДРОФ пи hurt здесь напишем это, как Ну, скажем, d в 4, p в 1, и, например, эта функция от p в 1 в квадрате минус m в квадрате, m в 1 в квадрате, это как раз и будет d куб p в 1. Если мы эту дельта-функцию интегрировали по p в 1, то как раз получим d куб p в 1, делить на 2 куб на 1. Значит, d в 4, p в 1, значит, снимается этой дельта-функцией, получим, вместо всего этого, получаем дельта-функцию от p в 1 в квадрате, минус p в 2 в квадрате, это их в 1, минус m в 1 в квадрате. d куб p в 2 на 2, и в 2. Ну вот, как с этим бороться? Дальше-дальше видим, что это есть религинический вариант, давайте его проинтегрируем в системе, где p в 1 в квадрате минус 2 в 2 на корень из p в квадрате, из p в квадрате, потому что это на p и 0, минус m в 1 в квадрате. Тогда, в этой системе, здесь, d куб p в 2, вы можете так написать, d куб p в 2, это есть d, d, ε, p в квадрате, p в квадрате, p в квадрате, это вектор трехнервных, dp в квадрате, d, E, p в квадрате, p в квадрате, p в квадрате, d, R ra, d, ε, c, d, d, ε, c, d, dot река, d, R ra 4 в корень квадратный из ПИТ на квадрате, да? 4. Всё. Вот такой ответ для эксиллургасной лось. Получилось П2, ну, П2, но на самом деле не П2, я же не говорю в системе П, ясно, что мы вычитаем в системе, где ПИТ 0 имеет только нулевую компоненту. То есть пространственные компоненты ПИТ равны нулю, значит и пространственные компоненты ПФТ тоже равны нулю, то есть импульсы равны, то есть я напишу ПФ, это импульс 1 из частиц в конечном состоянии по модулю, вот она П2, делить на 4 в корень, ну, напишу ПИТ 0 просто. ПИТ 0 в центре в корень. И ДО. ДОФТ. Всё. Четыре. Вот такое выражение, значит, ЛЯНГ. Лучше, когда у нас имеются только две частицы в конечном состоянии. Ну вот, подставляя сюда, получаем сечение для процесса ГЛАФТА. Всё, пожалуй, на этом завяжку. Это у нас аппарат для вычтения сечений готов. А этим мы в основном и будем заниматься. Вопросы есть? Всё понятно? Или, скорее, ничего не понятно? Ну, правильно, поэтому вам должно быть понятно. Да. Можно всё-таки спросить? Да. Вы сказали, что для парито-замок и элитронных петлей. Да. Можешь представить пример элитронных петлей? Ну, как же. Ну вот, понятно, что в бордовском приближении никаких замок и элитронных петлей у нас нет, да? Да. И, конечно, мы, в первую очередь, будем интересоваться бордовским приближением. Когда в бордовском приближении нет интегрированных никаких. Все, понимаете, в бордовском... Что такое бордовское приближение? Ну, или его... Называют... Можно назвать древесным приближением. Это такое приближение, в котором все диаграммы рисуются, как деревья. Да? Как деревья. Как-то там разбежаемся. Нет никаких... Петель никаких нет в деревьях. Петель вы видели? Нет, вы видели. Значит, это древесное приближение. Так в древесном приближении никаких, конечно, нет замок и петель. Но в следующем приближении... Вот, например, мы рисуем говорение. Ну, вот... Что же мы говорим? Диаграмму рисовали какую-то. Да? Помнится. Помнится. Вот диаграмму для электрон-мионного растения. Вот нарисовали, да? Или одна из диаграмм для электрон-позитронного растения. Вот она, да? Да. Но... А давайте теперь в следующих поправках смотреть. В следующих приближениях, пардон. То есть поправки, смотрите. Так называемые... Есть Борновское приближение. Это первое древесное приближение. А дальше идут традиционные поправки. Поправки Борновского приближения. Их называют традиционными поправками. Ну, какие же диаграммы для поправок? Ну, разные могут поправки, в принципе. Ну, например. Вот какая поправочка. Видите? Электрон, прежде чем провзармориться с этим фотомом. Он взял и залучил фотончик. А потом его поглотил. Да? Да. Бывает такая диаграмма-то? Бывает такая, да? Да. Ну, а этот фотончик тоже ведь... Он может распасться на электрон-произгромную пару. Да? Да? Да. Вот там пара. А потом собраться опять в фотончик. Правильно? То есть вот это и есть электронная петля. Вот это и есть замкнутая электронная петля. Да. Ну, это, да. Это вот простейший пример замкнутой электронной петли. Но, надо сказать, что замкнутая электронная петля возникает, может возникать и первым неисчезающим приближением. Ну, тут может быть некоторая путаница, понимаете? Иногда Борновское приближение называют первым неисчезающим приближением, да? А иногда Борновское приближение-это древесное приближение используемое. Но это разные вещи. Например, когда мы рассматриваем рассеяние фотона на фотон, есть такой процесс рассеяния фотона на фотон? Конечно. Конечно в классической электрон-динамике нет такого процесса. Классическая электрон-динамика. Но в квантовой электродавике есть такой процесс. А как он может идти? Только потон-фотонного взаимодействия нет. Вот прям жаль, и нет потон-фотонного взаимодействия, да? Фотон-фотонного взаимодействия только с электронами. То есть потоны должны перейти в электроны, а потом опять собраться. И вот есть такая диаграмма. Одна из диаграмм. Вот видите, вот она электронная петля, видите? Прошла. И она появляется в первом исчезающем приближении. Это первое исчезающее приближение. Ну вот как? Иногда его называют борновским. Но это же не древесное приближение, да? Поэтому я еще раз говорю, что есть тут некая, возможно, некая путаница в терминологии. Что такое борновское приближение. Называть это борновским приближением или нет? Ну и тут уж как кому заблагорассудиться. Кто называет борновским, а кто не называет. Во всяком случае это не древесное приближение. Поэтому я предпочитаю говорить о древесном приближении и о петлях. Ладно. Вот это вот древесное приближение. И вот уже петлевая диаграмма. Хорошо. Но она возникает в первом исчезающем порядке. А в какой из вершин минус единица появляется? Из вершин. В петле сопоставляется. 7 петлей. Независимо от того, сколько в ней вершин. Вы понимаете, объяснение это не где-то простое. Минус единиц легче. Когда у нас петля, то что у нас? Мы же выражаем всё через пропагатор. А когда у нас петля, что это означает? Вот у нас на ней будут писать А. А будут писать так. У нас Пси с чертой 1 на Пси 1 на Пси с чертой 2. Пси 2. Ну вот простейший клеток, да? Что я должен делать? Взять вот этот пропагатор. Вот у нас Пси на Пси с чертой, да? А потом вот этот пропагатор, да? Ну здесь сейчас стоит Пси с чертой, вот это Пси с чертой. Спереди этого Пси, да? А чтобы принести к такому вину, что здесь тоже стоит, принести к этому Пси с чертой Пси. Что я должен сделать? Я эту Пси с чертой должен протащить сюда. Как? Я раз должен протащить? Три раза должен. Минус единицы из-за антикоммутативности. Ну опять, видишь, недолго. Ну это хороший вопрос. Умный? Кто еще умный? А? Ну покажите, свой могучий Павел Сергеевич. Вы же тоже умный человек. А? Не хотите продемонстрировать? Ну ладно. А Сергей Сергеевич? Ну я понимаю, что вам это вновь, да? Но вы не тушуйтесь. Дальше. Вот правило Фейнман. Я говорю, что все исчезло. Что мы будем использовать в дальнейшем? Это вот правила Фейнмана. Ну а что они правила? Правила они есть. Правила это, как правило, как это, гарнизонные караульные службы. Правда, вы, к сожалению, военные проходили и такие правила не учили. Да. Но правила есть и правила. Надо их знать. Ну и, конечно, учиться применять будет. А все остальное это, ну, для общего образования, чтобы все-таки вы как-то немножко представляли, откуда эти правила происходят. Что это все-таки не устав организованная караульная служба, а что-то иметь и правила под собой какое-то восставание. Да? Ну ладно. Ну ладно. Все, дорогие товарищи. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...